Вот я прошу рассказать Евгению Альбатсу историю с мемом «Вон из профессии». Собственно, история была очень простая. Убили Аню Политковскую. Мы с Аней вместе ведь учились на одном курсе, и мы дружили тогда. И вообще у нас так очень рядом прошла жизнь. У нас довольно сложные были потом отношения, потому что Аня была больше правозащитной журналистикой занималась, а меня всегда интересовала политика. А мы с ней последний раз виделись летом 2004 года на конференции «Другая Россия». И что-то мы там разговаривали, Санька рассказывала, что Ирочка ее беременна, что она собирается стать бабушкой, перестанет заниматься профессией. И она рассказала тогда такую фразу, хотя я понимаю, что я в своей постели не умру. А потом они убили, а потом где-то на седьмой день после ее убийства появилась публикация этой «Анны Арутинян» на английском языке, которая была вся основана на вторичных источниках. И на тему плохим журналистом была Аня. А значит в качестве подтверждения своего тезиса была цитата из Павловского и еще из кого-то из этой всей Кремлевской братьев. Такой совершенно такой текст сверху вниз, совершенно неприличный, ну как минимум, потому что Аня только-только убили. И совершенно несправедливый по поводу того, что там Аня не проверяла факты, или Аня была односторонняя, Аня занималась адвокатской правозащитной журналистикой. Это принцип адвокатской журналистики, она всегда защищает униженных оскорбленных. Это вообще традиция русской журналистской школы. Можно по-разному к ней относиться, но, в общем, меня текстов взбудил до глубины души. Он для меня был лично оскорбителен. Просто лично оскорбителен, обидели его близкого мне человека, погибшего, которая ответить не могла. Я считала для себя абсолютно необходимым ответить, потому что Аня ответить уже не могла. И я пригласила эту Анну Арутиня на передачу. И я, естественно, поинтересовалась, откуда же это вот нечто появилось. Увидела, что девочка, которая выросла в Соединенных Штатах Америки, училась в Нью-Йоркском университете. Понятно, что, конечно, я сейчас-то понимаю, что мы вообще совершенно в разных реалиях существуем. И для нее это была такая, ну, ей сказали написать, а она написала. Я ее пригласила на передачу. Дальше, во-первых, я совершенно не ожидала, что она придет настолько не готова к передаче. Потому что очень легко было с помощью коллег из новой дозеты было выяснить, что она там не звонила ни им, ни источникам, ну, ничего не проверяла. Да, чистая заказовка такая, заказная журналистика, отвратительная. Именно потому, что касалась убитого человека. Конечно, я не перечитывала, то есть, когда-то я перечитывала текст передачи. Конечно, это было такое избиение у младенца. Потому что и Юра Рост был, и, значит, Соколов из «Новой газеты», и я. Но мы-то немножко знаем, что это такое профессия, да? В этом смысле, конечно, передачи надо было сейчас... Ну, я и тогда понимала, что передачи надо было делать немножко по-другому. Я, откровенно говоря, не ожидала, что она окажется такой слабой. Что она совершенно будет не готова отстаивать свою позицию. После этого, когда... После этого мы пришли сюда, и меня просто разрывало от раздражения. Сейчас вам скажу. У меня... Слушай, тут, конечно, сдали нервы. Потому что я смотрела на эту беспомощную девочку. Говорила, и ты позволила об Ане Политковской, которая что-то значит в профессии. Которая в багажниках передвигалась по Чечне. Которая переодевалась в платье, в которое ходили ингувские женщины, чеченские женщины, для того, чтобы оказываться в лагерях беженцев и рассказывать о том, что там творилось. Которые потоком шли люди, у которых убили, замучили, изнасиловали или, значит, убили в зимданах родственников. Я... Я сказала, что я вообще не понимаю, как она могла себе позволить вот это всё написать. Для меня поразительно, что она закончила... Что она училась в Соединенных Штатах, где существует традиция, хорошая журналистская традиция. И ей никто не объяснил, что такие вещи делать нельзя. А после этого началась эта знаменитая кампания в интернете, когда человек по фамилии Кашин, которого по непонятным причинам причисляют журналистам, который написал текст, в котором выбосил было всё. Я как-то даже... Я тогда ещё не привыкла к этим интернет-кампаниям. А кампания была очень простая, значит. Заставить Венедиктова меня уволиться от Москвы. Ну, понятно, что они не знали, кто такой Венедиктов, не понимали, что такое от Москвы. И так, собственно, Кашин написал о том, что вот Альбат сказал Арутинян, вон из профессии. Ничего подобного я, конечно, не говорила. Опровергать это, ну, это как-то очень смешно. Ну, потому что... Ну, просто смешно. Ну, дальше я регулярно это, значит, всё время читаю, о том, что вот Альбатс такое сказала гражданке Арутинян. Могу ещё раз повторить. Ну, когда я этому ничего не говорила. Была такая заказуха. Это было время, когда целый ряд журналистов, сурков, компаний, фонд эффективной политики привлекали для того, чтобы устраивать вот эти... Они по-русски называются СМИ-компаний. Это известная вещь, когда вот начинается раскручиваться компания против какого-то человека. Ну, вот, собственно, и всё. Продолжение следует...